Приветствую вас! Мужчина, во-первых, не нагулялся. Это первое. Он не нагулялся, он недостаточно уверен в себе, он не знает, чего еще хочет о жизни, он не понимает, какая девушка ему нужна, он пытается самоутвердиться за счет всех этих женщин, и самое главное, этот мужчина, конечно же, ненадежный. То есть он еще только взрослеет. Я не скажу, что плохо то, что он делает, это его право, как бы, да, вот. То есть это его выбор. Но он еще только взрослеет, он находится на стадии вот этой вот взросления, когда он только пробует, пытается, смотрит, учится, тренируется и так далее. А вы уже, скорее всего, хотите более серьезных отношений, а он к ним не готов. И то, что вы его отталкиваете от себя, а он еще больше хлам, это говорит тот, кто пытается вас извоевать. То есть ему нравится процесс воевания, ему нравится процесс ухаживания, когда он, как бы, овладевает женщину. Ему это нравится. А вот именно владеть, удерживать женщину, ему не нравится еще пока. Это и говорит о его неврелости. Значит, далее. Ему, то есть вот, говоря вашими словами, да, ему нравится налаживать, но не нравится жить. То есть когда все относительно неплохо, ему становится скучно, он начинает искать новых впечатлений. Это вот как раз-таки признак незрелой личности, незрелого мужчины. Далее, смотрите, вы пишете, что головой, что понимаю вроде, и продолжаю общаться. Думаю, где я что-то сделал не так, и может быть было по-другому. Нет, по-другому не было бы, мужчина относится так ко всем, и делает ответ не в основном, а вы общаетесь с ним из-за того, что вам что-то нужно. То есть вы от него зависите по причине своих потребностей. Либо страхом. То есть либо вы боитесь остаться одна, либо вы тоже, ну, либо вы тоже не уверены в себе, как и он, и пытаетесь за счет него самоутвердиться. Либо он вам нужен для того, чтобы чувствовать себя женщиной. Вот эта вот сказка, три месяца, да, как в сказке, да, это вот и есть то самое. То есть вам дали сказку, три месяца вы к ней привыкли, вы хотите ее снова. Вам не знает эйфории. А вопрос в том, как так получилось, чтобы вы оказались в сказке? Разве бывает сказка? Разве бывает как в сказке? Вы позволили себе в это состояние вступить, войти. Почему позволили? Либо вам не нравится другой мир, в котором вы жили, в котором вы жили и живете, либо у вас был негативный опыт, от которого вы бежите, либо кто-то еще. Тут можно много гадать, много причин может быть. Вот. Ну, собственно, вопросов, вопросов вы не задаете, вы говорите им только, зачем он бежит, вокруг много девушек, или пока не нашел никого, я просто удобно. Ну, понимаете, да, вы удобны, во-первых, во-вторых, видимо, вы как-то его атакиваете все-таки, это вызывает у него интерес. И он просто не готов, не готов к отношениям, он еще не рассозрял для серьезных отношений. А интересуется вашей фамилией, то есть его фамилией, да, возьмете ли вы его фамилию, это все то же самое, это как бы проявление его желания завоевывать. Для него это важно, чтобы вы взяли его фамилию, для него важно вас завоевать. вполне возможно, что, возможно, что и брак сам по себе тоже будет таким завоевательным. Он вас завоюет, женится на вас, а сам будет искать другую девочку. поэтому не нужно идеализировать этого мужчину, вот, пока вам от него нужно отдалиться, пока вам нужно от него отстраниться, посидеть для себя, побыть для себя, понять, чего вы хотите, поработать с вашей потребностной сферой, с восприятием себя, с представлениями о себе, привести ваши мысли в порядок, ценности сформировать, направление вашего поведения сформировать, детско-родительские отношения, возможно, проработать, потому что то, как вы себя с мужчиной ведете, вполне возможно, идет оттуда, от родителей, вот, и только после этого уже думать, либо выстраивать отношения с ним, но как, как правильно себя истили, вот, либо, соответственно, взять другого мужчину, значит, ну, опять же, непонятно, вы три месяца с мужчиной встречались, вы уже, что, вы уже и спали вместе, да, и как у вас это происходило, то есть, не нужно спешить с интимом, у мужчины должен быть стимул к тому, чтобы быть с вами, и чем быстрее вы вступаете в интим, тем больше шанс от того, что мужчина потеряет ваш интерес, к вам интерес, я не против секса до брака, но я выступаю за то, чтобы он был по возможности позже, особенно, если вы в человеке не уверены, то есть, если вы видите, что человек, например, ведет себя вот так, как ваш мужчина, или просто вы его не знаете, например, достаточно сильно, достаточно хорошо, и, соответственно, вам тоже нужно покринять лицо и не вступать в интимную связь быстро, понимаете, вот, другой стороны, другой стороны, вам не может двигать желание доказать, например, себе, и ему, что вы лучшие, вы лучше, чем, например, его другие девушки, потому что, вот, я увидел у вас сравнение, да, вот, что, там, что она ему четверт, там, ножки, он ей деньги на сапоечки, то есть, вот такая вот тема, да, вот, и это сравнение, то есть, вы, как бы, сравниваете себя с ней, а это детско-родительские отношения, то есть, очень может быть, родители использовали именно вот такую же схему сравнению, они сравнивали вас с другими людьми, ну, или не родители, а родственники, или воспитывали вас в таких вот условиях, когда постоянно приводили в пример других людей, да, вот, то есть, есть причина, по которой вы вот так написали, есть причина, причина, ну, и шок, шок, это, вообще, очень хорошее состояние, при котором человек, как бы, ни на что не отмечает, то есть, я в шоке, я ничего не знаю, я ничего не решаю, я недавно не отвечаю, и ничем не управляю, вот, знаете, вот, шок был бы, если бы вы 11 лет с мужем прожили, да, с мужем прожили в браке, как в сказке, и выяснили бы, что у него все это время, все 11 лет, да, была другая девушка, и он с ней спал, и он там с ней жил, вот это шок, а тут 3 месяца всего, это не такой большой, большой срок, чтобы шок испытывать, да, может быть, вас это шокировало, но опять же, почему, потому что вы чрезмерно эмоционально вовлеклись в эти отношения, поверили мужчине, сразу быстро, кстати говоря, почему, ага, перебросили на него ответственность за себя, в чем-то, тоже, кстати говоря, почему, ага, значит, перед нами заниматься своими какими-то делами, собой, своими увлечениями, хобби, тоже, кстати говоря, почему, и вот из этих почему и вырастет то, что вам нужно, то, что вы выходите, или то, что у вас проблемно, и вот с этим проблемным нужно разбираться, тогда ситуация больше не повторится, и вы не будете страдать, а вопрос ваш, он оставлен не вверх, вы не заинтересуете, зачем он бежит, и почему он на сайте знакомств сидит, а на самом деле нужно справиться по-другому, почему я на все это соглашаю, почему я все это терплю, почему я всталкивая с этим не выбросила это из своей жизни, вот, какой вопрос нужно туда разобраться, а не то, почему он, он это он, мы с ним не работаем, мы работаем с вами, и поэтому вас мы и анализируем, и если вы хотите решить проблему, то вам не о нем нужно думать, а о себе, о том, какая роль ваша во всей ситуации, и тогда, тогда, когда вы будете выбрать ответственность на себя, ну, вообще в жизни и в отношениях, такого больше не повторится. На этом сила, надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго, удачи, и успешного решения данной ситуации.